В Алматинском зоопарке Бэйби Бум. С начала года там появились на свет 130 детёнышей. Газели, лемура, кенгуру, антилопы, экзотические птицы и не только. Большинство этих питомцев занесены в Красную книгу. Сейчас за их состоянием наблюдают специалисты, а сами новорождённые утопают в ласке своих мам. Из городского зверинца. Репортаж Шайданы. Нураш. С начала года в секции копытных родился 21 детёныш. Новое потомство принесли лошадь Пржевальского, антилопы гну, пятнистые олени и декоративные козы. Сейчас малыши питаются материнским молоком. Частично в рацион включаются разные травы и сено. За ними круглосуточно наблюдают специалисты. А когда животные станут взрослыми и самостоятельными, их отправят в другие зоопарки, чтобы увеличить их популяцию. Пополнение было и в семье газели Орикса. У них появилась девочка в Токио. Назвали её в честь Олимпийских игр. Всего в Алматы насчитывается четыре Орикса. Впервые эти животные завезены в город в 2003-м из африканских саванн. Токио долгожданный малыш пары антилоп. Сам Каосем ни на шаг не отходит от своего детёныша. Ориксы отличаются грацией и необычной внешностью. Рождаются животные с рогами, которые со временем могут достичь одного метра. Животные находятся на грани вымирания. Поэтому каждый детёныш под особым присмотром. Любого животного перед родом мы отделяем в отдельный вольер и усиленно кормим и дежурим. Пока она не будет рожать, у нас там круглосуточные дежурства под наблюдением. Под нашими работниками будут они постоянно под наблюдением. Так как они животные пугливые. Оставшись без постоянного внимания посетителей, сумели вывести своё потомство и лемуры. Мадагаскарские проказники живут группами, заботясь друг о друге. Зачастую главную роль в семействе берут на себя самки. Мимика у них развита очень слабо, зато они умеют издавать очень милые звуки. Они быстро растут. Нельзя сказать, что они опасны и питаются в основном ветками и листьями деревьев. Также они очень любят различные фрукты. Персики, яблоки, зверьки хорошо уживаются в заповедниках. Несмотря на противоречивые мнения, Алматинский зоопарк остаётся излюбленным местом отдыха алматинцев. Старейший зверинец впервые открыл свои двери в далёком 1937-м. С тех пор растёт число его обитателей. В год основания здесь насчитывалось 70 видов животных. Сейчас эта цифра увеличилась в пять раз до 372, а это более 3700 особей.